Есть еще один способ борьбы с переобучением, который называется регуляризация. Что такое регуляризация? Мы берем нашу исходную лос-функцию и вводим дополнительный штраф. В чем источник очень больших ошибок на валидации? Он заключается в слишком большой свободе выбора модели. Давайте несколько ограничим свободу выбора модели. А именно скажем, что не все веса, не все коэффициенты нашего полинома одинаково хороши. Мы хотим взять такие коэффициенты полинома, которые будут самыми лучшими для наших данных, но при этом не очень большими. Например, это можно сделать при помощи введения дополнительного слагаемого λ умножить на сумму квадратов коэффициентов нашего полинома. В нейронных сетях вместо квадратов коэффициентов при степенях мы будем штрафовать веса нейронной сети. Такой подход регуляризации называется регуляризацией Тихонова. Также он называется L2 регуляризацией. И также в глубоком обучении этот подход называется Weight Decay. Давайте рассмотрим, что происходит при увеличении вот этого коэффициента лямбда. Что происходит при лямбда равном нулю? У нас получается вот такая функция. Она практически идеально проходит по всем тренировочным примерам. Однако очень плохо себя ведет на валидационных примерах. Давайте постепенно увеличивать коэффициент лямбда. При лямбда не очень большом, 0,1, у нас вот эти вот скачки сгладятся. И у нас получится, что наша выборка будет вот такой оранжевой функцией подгоняться. Результат достаточно хороший. Эта зависимость будет хорошо вести себя как на тренировочной выборке, так и на валидационной. Дальше увеличиваем еще наш регуляризационный параметр. Лямбда называется регуляризационным параметром. И у нас получается, что мы начинаем штрафовать веса уже очень сильно. И у нас получается, что вот эта добавка начинает оттягивать нашу кривую в сторону нулевой функции. И если мы выберем слишком большой регуляризационный параметр, то у нас наша зависимость уже никакие данные подгонять не будет. Вот этот регуляризационный коэффициент лямбда можно подбирать примерно так же, как подбирается, например, количество эпох в early stopping. То есть мы с вами просматриваем некоторое количество вариантов регуляризационного параметра и выбираем тот, при котором получается самый лучший результат.